Привет, народ! Я продолжаю играть в Outlast после довольно-таки большого перерыва. Ну, для этого времени нужно было мне, чтобы набраться сил. Игра такая пугающая, что я решил чуть-чуть отдохнуть от неё. Ну, где-то примерно неделю, но теперь вернулся к неё. Напомню для себя и для вас, на чём закончилась предыдущая часть. Мы проникли в новую часть этой страшной канализации, в которой за нами гнался громила, в которой что-то происходило вообще странное и ужасное. Ну и ещё стали часто появляться намёки на то, что некий мёртвый доктор Вернике, несмотря на то, что мёртв, всё равно оказывает влияние на злешние ужасы. Возможно, замешан на этом как-то ещё какой-то проект Валеридер, но пока картина целостная у нас не собирается. Ну, может, в этой части мы что-то узнаем лучше. Так, Мэйлворд, Фэмэлворд. Я так понял, мужское отделение, женское отделение. Ну, не туда, не туда мне не хочется идти, конечно. Но я, наверное, всё-таки пойду... Даже не знаю. В любом случае, мне и туда, и туда придётся ходить. Женское или мужское отделение? Ну, пока что мне здесь угрожали лишением жизни только мужчины. Поэтому, наверное, всё-таки женское отделение, может, там всё-таки поспокойнее будет. Так что двинусь оттуда. Хотя цвет таблички красный, и тут красная то ли вода, то ли это смешанная с кровью. Даже не знаю, она какая-то, видите, какая-то густая, да? Даже боюсь представить, действительно, это может кровь или нет. Но здесь, похоже, закрыто, да? Надеюсь, здесь закрыто, и мне мой выбор пути сократится. Так, кстати, камера у нас есть. Отлично. Вспоминаем потихоньку, как чем пользоваться. Хорошо, дверь закрыта. Значит, туда мы не можем пойти. Придётся идти в мужское отделение. И, возможно, когда-нибудь мы вернёмся, кстати, туда. Наверху я, кстати, не исследовал там ещё проход. Там кто-то светил фонариком. Фонариком. Да, наверное, лучше бы пошёл к тому человеку, который светил фонариком, чем ходил по вот этому месту и смотрел на падающие трупы. Что с тобой случилось? Боже мой, на нём какие-то знаки, что это такое вообще? Нет, это просто кожа у него снята. Я думал, что-то нарисовали на нём, но это ещё ужасно, оказывается. Тут я даже не знаю, что это вообще. Так. Тут у нас, тут у нас. Всё нормально. Ну, всё нормально, если не считаете вот эту воду, которая всё-таки... Внимание всё моё затягивает, а это, боже мой, всё это такое. Кишки, похоже, ладно. Проходим просто дальше. Ничего страшного. Куча крови, но... Кишков в других частях тела, да, например. Ну, нога, да? Отлично. Посмотрели на ногу, пошли дальше. Ага, мозги. Ну ладно, хватит смотреть. Мы что, патологоанатомы, чтобы изучать вот это... Окоченелые части тела. Так, ещё один труп. Ну, опять-таки, зря я на него смотрю. Так, тут темновато у нас становится. Включу только камеру. О, боже, что это за звук? Чё сейчас забылило? Кто-то по воде шастал. Надеюсь, тут нету, где нового монстра изомнезируется. Может, он и сюда ещё зайти. Так, чё за звук? Это, по-моему, что-то наверху. Наш герой уже готов прям обосраться. Держи себя в руках. Даже я ещё не так напуган. Тебе уж тем более, надо бы уже быть... Давно было привыкнуть ко всему этому. Так, теперь и партёр-то должен быть храбрым. Так, дверь закрыта, да? Нам начнут эту маленькую дырку. Прямо сейчас искупаемся в этом красном болоте. Так, тут чья-то голова? Боже мой, да, это голова, ладно. Не надо смотреть, по-моему, он реально ничего больше всего из ума, когда начинаю смотреть на вот такие вещи. Так, ключом ночное видение. Герой нервничает прям-таки уже готов. Всё, серьёзно. Успокойся, успокойся. Сейчас ничего страшного не происходит, нет причины так волноваться. Ну это, может, я-то отдохнул, а он-то нет. Я-то неделю отдыхал от этого ужаса кромешного, который происходит в здешних катакомбах, в здешних лечебницах. А наш герой, он... У него нет ни минуты отдыха. Он штурмует без перерыва эти страшные помещения, одно за другим. Так что я, конечно, немножечко надо с ним над ним жалиться и понять его ситуацию. И не думать, что он какой-то там размазня. Как вы убили себя в такой ситуации? Представьте, попробуйте. И тогда станет ясно, что возможно наш герой-репортер ещё по сравнению с некоторыми... Ещё тот храбрец. Так, тут всё, я могу запрыгнуть? Ну, по идее, должен. Так, ну тут просто какая-то... Дизайн... Дизайн... Ну, стандартный дизайн канализации, что уж тут подумать. Трубы, кирпичные стены. Такое мы видели в тысячи играх. Так, тут у нас ничего нет. Кстати, сколько у меня у нас батарейка? Три батарейки. Ну, ладно, неплохо. Там, по-моему, кто-то шумел. Наверное, давайте осторожно открывать дверь. Ага. Где нахрен? Какие-то... Ручонки ко мне тут тянутся. Нет, мне это не надо. Пойду-ка я дальше, пожалуй. Подальше от этого мудака. А сейчас там тоже ещё какой-нибудь мудак, да? Так, тут вообще темнота. Ага. Отлично. То есть нет, ничего хорошего. В темноте, конечно, можно спрятаться. Но с другой стороны... В темноте... Может скрываться нечто ужасное. Боже мой, я сейчас тут буду шуметь. Топая по вот этому... Железному полу. Ага, тихо. Тихо. Спокойно, ребята. Спокойно. Что-то шумит вокруг меня. Я в воде. Это не красная вода? Нет, даже не могу понять. Несколько темно. Так, ну ладно. Тут громадные какие-то совершенно помещения. Нам надо потихоньку-потихоньку двигаться. Я всегда готов, если что, бежать. Не знаю, куда здесь. Здесь некуда бежать. Прятаться тоже негде. Если мы сядем, что будет? Здесь он даже не хочет садиться, потому что утонет, да? Так, тут у нас батарейка. Возьмем ее без проблем. И двинемся дальше. Так, а куда дальше? Наверное, туда. Там все-таки свет. Так, заканчивается потихоньку. Батарейка, когда я сменю, у меня останется всего три в запасе. Не так уж и много. Так, поэтому не надо мешкать. Надо найти, куда же нам тут дальше двигаться. Хотя я не могу пока сообразить. Так, ладно, перезарядим. Подожди. Отлично. Сюда. Нет, сюда. Это никак не было. Ладно, сейчас мы внимательнее посмотрим и разберемся, что к чему. Я бы вот так как-то запрыгнул, но он не может. Так что... Может на ящик? Фреджил, да, написано на ящике? Что-то вредное там. Ладно, значит, это... Значит, это тупик. Хотя я, конечно, не уверен в этом. Это было бы странно, если бы я сюда зашел, а этот тупик оказался. Ладно. Сейчас вернемся туда, если здесь больше ничего не найдем. Может, туда? Да, туда, оказывается. Ага. Но... В голове я держу вот это место, потому что музыка нагнетает. И я думаю, мне может, если придется спрятаться и прыгать, то придется прыгать как раз туда. Так, тут у нас какие-то сидели, да? На двери. Отлично. Ладно, открываем дверь, осторожно. Тихонечко. Не шумим. Еще одно помещение. А, подождите, это не та дверь, которая я вылезала, да? Я вернулся назад просто, что ли? Так, у нас там все еще тот мудак. Сука. Ты меня опять напугал. Хотя я знал, что ты там. Ладно. Так, попробуем туда пролезть. Нет, не получится. Да музыка, перестань нагнетать. Она нагнетает. Хотя, в общем-то, ничего страшного нет. Ага, вот сюда, да? Хорошо. Давай, запрыгивай. Что за звук? А это просто я создал. Создал. Волны. Которые сами... Сам себя напугал, получается. Ой-ой-ой. Так, что-то я куда-то не посмотрел под ноги, провалился. Боже мой, волны страшные. Если она сейчас, волна, ко мне вернется, я вот тогда напугаюсь. И это будет ясно, что напугает уже меня кто-то другой. У меня все подозрение, что рядом кто-то со мной есть. Какой-то невидимый хрен. Потому что я чувствую, что все-таки паранормальная хренота в этом и всем замешана. Безумие, которое здесь творится. Так, это труп? Тихо. Есть ли ты? Труп? Нет, это труп точно. Ага. А вот теперь я слышу, как по воде кто-то шагает. Или даже, не знаю, плывет. Больше похоже на это. Так, тихо. Батарейки окончаются у нас очень быстро. У нас тут что? О, боже, там что-то есть, да? Нет, надо вылезти отсюда. Вылезик отсюда. Отлично. Вот так вот я буду. Не получается. Еще придется поводить ашаст. Подожди, перезарядим. Да, я потихоньку и опять возвращаюсь в эту атмосферу в ужас. Мне опять становится страшно. Сначала вроде я вернулся и зашел. Думаю, ну все, сейчас мне не будет, Саша. А, нет, однако опять. Хреновый сталактит. Ты что вы тут делаете? Вас столько не хватало. Ага, мне туда, да? Тут у нас... А тут у нас что? А тут у нас какая-то дыренка. Стоит туда идти, нет? Раз она есть, наверное, не стоит. Или это не дыренка? Ну, будет, посмотрим. Мне что-то кажется уже, что вокруг меня все-то. Что-то находится. Так, давай прыгай что-то. Ага. Так, а может все-таки туда пойти просто и все. Там свет какой-то, да, по-моему? Отсюда-то не видно. Мне кажется... Ой, а куда я пошел? Ой, зря, наверное. Ой, зря. Ой, зря, ребят. Не стоило мне сюда идти. Знаете, нет, не пойду я сюда. Пойду я туда, там что-то светом пахнет. Что такое? Да, я пойду сюда. Запрыгивай. Ну, не забываем про этот путь, конечно, если что. Туда можно вернуться и все такое. Так, полуоткрытая дверь. Там труп, по-моему. Ну, в целом безопасно. Давайте открывать. Ага. Ну, так, придется мне поход туда идти. А здесь у нас просто спокойная комната, в которой я смогу отдохнуть немножко. Вот этой ужасной воды, которая нагнетает. Сасказ просто. Так, и прит. Так, чувак мертвый. Почитаем, что это за бумага. Может узнаем, кто это он, его историю. Чуть-чуть отдохнем. Займемся чтением. Уже слабею замерзаю. Так, это он пишет. Трупик, которого мы сейчас только что наблюдали. Кровь еще идет, но боли больше нет. И я почти успокоился. Я больше не могу услышать Вальвидера. Возможно, эффекты лечения ослабли. Не могу вспомнить снов. Говорят, я должен согласиться на терапию, чтобы у меня выпустили отсюда ложь. Конечно же, они врали. Черт, вы врачи. Садисты тут какие-то. Сатанисты даже, наверное. Это не было терапии. Нас принесли в жертву, заклиная демона. О, боже. Точно сатанисты, сволочи, а? Только бы больше не было снов от этого. Черт, священник в этом замешан, который надо мной издевается тоже. Парень, мне тебя жалко. Так было бы хорошо, если бы ты сейчас был жив. Ну и если бы от тобой, конечно, не было. Держим Вальридера. Так, я думаю, кажется, понимаю теперь, что Вальридер это некий демон. Который был заселен в жителей этой психушки. И, кстати, возможно, заселен в меня. Вспоминаем, что священник нас укольнул чем-то неприятным. Возможно, нас тоже это безумие сейчас накрывает. То, что если мы что-то увидим странное и необъяснимое, ненормальное, это не факт, что это на самом деле. Вдруг это может быть просто какие-то глюки, вызванные этим препаратом, который нас воткнули. Так, ну, сейчас я сюда наступлю, и все, и конец. О, боже мой. Здесь это жутко. Черт, а во волну. Красиво, конечно. Я не вижу, куда идти, просто не вижу. Бля. Не, это да. Извините, что матернулся, но... Там кто-то есть. Ну-ка, мы сядем. Ты можешь сесть, нет? Он не может сесть. Ладно. Не, музыка такая, что тут точно кто-то есть. Бада. Вот защищает. Здесь это хрен. Это плохо. Это плохо, я вот чувствую. О, боже, боже, боже мой. Тихо, тихо. Зачем я не могу знать, он может быть в любой стороне. Так. Так, вот здесь спрячемся. Спрячемся вот здесь, если что. Отличное место. Спасибо, колонна, что ты есть. Блин, я своей руки испугался. Так, нам туда? Нам туда, сто процентов нам туда. А вдруг он тут не один? Вот это будет приятно. Ну, судя по звуку, все-таки он где-то в одном направлении, поэтому он один. Так что, так что... Мы движемся. Я надеюсь, я его обошел. Об, об, обошел. Нам сюда, нам сюда. Нам вот сюда вообще. Ааа, не можем мы туда подняться. Прыгай. За сторони спрыгай. Тихо, свет. О, боже, он где-то за мной бежит. Иди нафиг. Бежим, 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 бежим. Он где-то рядом. Чертова вода. Черт, зачем? Я был там куда-то бежать. Тупик. Тупик, здесь везде тупик. Тупик. Он здесь, он здесь. Сухо, где нафиг? Ты не дурак. Черт, ты дурак. О, боже. Слышь. Он мне сердце вырвало. Это ты, Окер, да? Я по тебе соскучился. Блин. Тут непонятно, куда надо было бежать. Это было слишком... Слишком жуткое место. И вот теперь я в какой-то заднице. Отлично, мы возвращаемся сюда. Ну, ничего. Ладно. Умереть иногда бывает полезно. Знаете, немножко страх все-таки отодвигается. Ты уже знаешь, с чем можешь столкнуться. Поэтому сейчас мы будем пытаться действовать лучше, чем в прошлый раз у нас получилось. А, там была какая-то лестница, но я не смог туда запрыгнуть. Сейчас мы, знаете, пойдем как-нибудь по краю так. Здесь наш герой почему-то не умеет садиться и бегает не так быстро, как хотелось бы. Поэтому этот хрен нас догоняет здесь просто. И жутко, и жутко. Убежать здесь не получится. Еще непонятно, куда вообще двигаться. И, конечно, неизвестен его маршрут, этого засранца громадного. Любителя поубивать бедных репортеров. Может, я не первый, кто сюда проник. Кто знает, трупов здесь только что за калиберских исследований. В конце концов, все, возможно, они стали пациентами такими же. И я могу им встать, если не выберусь отсюда в ближайшее время. Да. Так, ну, я, наверное, не лучшая тактика. Идти по краю, скорее всего, она не сработает. И где-то в середине находится то, куда мне надо идти. Как только я поднялся туда высоко, он сразу меня услышал. Может, услышал, а может, увидел. Кто знает. У меня две батарейки, это мало. Откуда я пришел, да? Да, туда я пришел, это все ясно. С этим прояснилось ситуация. Там у нас была батарейка, кстати. А вот и ты, сука, я тебя слышу. Но не вижу. В темноту глядывайся, это не помогает. Вода предательски шумит. Он по-любому меня как-то все-таки приближается, когда я шагаю по ней. О, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Он где-то совсем рядом. О, я его вижу. Нет, мне уже кажется, что я вывижу. Где ты, локер? Тихо, вообще, стоим и двигаемся. Эти волны меня предают просто с каждой секунды, с каждым моим шагом. Да, лучше сменим батарейку. Сменим батарейку. Вот, по-моему, он там где-то. Так, ладно, давайте продолжим исследовать эту ужасную громадную какую-то сток или что это вообще? Короче, очередную часть канализации. Так, там батарейка. Так, тут какие-то ящики. Может, тут еще будет что-нибудь кроме батарейки полезного? А смогу залезть сюда, например, и спастись от него? Ну, давай. Нет, это было. Это такое срабатывало, знаете ли, только в таких играх, как Пенумбра. Там от собак можно было забраться на ящики. Они бегают вокруг тебя, и все хорошо. Это что такое вообще? А, мусорные мешки. Странно, почему они здесь... Что они здесь вообще делают? Ладно. Хренов. Так. Мне по-любому нужно туда. Я просто... Мне надо было с разгона туда прыгнуть. Черт, как я не догнал. Да, затупило. Просто раз, ребят. Сейчас мы делаем это быстро, как только поднимусь. Он сразу меня услышит, поэтому... Поэтому действуем быстро. Давай. Давай, 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 давай. О, сработало, сработало. Сюда он не поднимется. Сука, ты громадина не сможешь туда залезть. Понятно тебе? О, боже. Так. Все спокойно. Музыку успокойся. А то я не чувствую себя в безопасности. Какой-то сейчас поднимется, нет? Не поднимется. Парень. Не, вот это нормально. Ну, то есть он держится золото, улову, он псих и все такое. Но он нормально. Он меня не хочет убить. Если что, я закрою эту дверь и спрячусь где-нибудь. Больше о чем-то еще. Тут ничего больше этого. Отлично. Музыка все еще заставляет меня обижать. Верет, хотя я не хочу. Мейлворд, отлично. Мы все-таки пропали. Попали в мужское отделение. И посмотрим, что тут на счет. Эээ, все. Иди нахрен. Ты дверь закрыл что? Вот ублюдок. Он дверь закрыл. Идиот. Ох ты, я думал, ты нормальный. Ты ни хера не нормальный. Ну, теперь меня тут псих убьет. Отлично. Он меня зажал в угол. Что мне делать? Лон, давайте потихоньку попытаемся к нему подойти. Может, он не такой опасный, как показалось на первый взгляд. Хотя они тут все опасные. Это я зря так сказал. Куда он убежал-то? Сейчас он из угла выскочит. Нет, документы сейчас не время. Парень? Нет, тебя тут нету. Так, тут можно попрятаться, да? Это будет игра в крятки. Точно. Самое время. Надеюсь, он не заметит меня. Мне не нужны новые знакомства. Во всяком случае, не в этом месте. Больше не нужны. Хоть мы и репортер. Нет, сейчас мы уже не репортер, а просто человек, который пытается вышить. Главное не забывать про это. Так, я не знаю, куда он исчез. Он просто исчез куда-то. Тут очень узкие помещения. И спрятаться, по идее, негде. Но можно... Так, что у нас там? Мейлворд, да? Мы еще, значит, не совсем там. Слышно что там? Слышно. Мы слышим что-то. Кто-то что-то... Какой-то ненормальный человек что-то делает. Можно сюда? Можно сюда? Нет, нельзя. Бля, ты психованный ублюдок. Он слепой хотя бы. Ой-ой-ой. А там опасный ублюдок. Тихо, не выдавай меня. Он меня не видел. И ты меня не видел. Я пошел. Фу, хорошо, что он так был занят этой штукой. Все, мы выбрались. Отлично. Ну, как выбрались? Мы просто выбрались из того помещения и перешли в другое, еще более страшное помещение. То есть вернулись сюда. Знакомая дорога. Знакомая канализация с кровью из воды или водой из крови. Кто знает. Кто-то опять плачет. Ребят, мне очень жалко вас, но... Надеюсь, мне не надо за ним бежать, это будет безумство. Но я... Мне ничего не стоит, кроме как бежать за ним. Потому что он куда-то бежит, а больше путей нету, и мне туда же придется идти. Очередной псих с завязанными руками, по-моему, и завязанными глазами. То есть, возможно, не такой страшный, как... Так, он может быть где угодно. Сейчас смотреть по сторонам осторожней. По трубам что-то движется. Это, конечно, не Гарри Поттер и тайный том-то, где по трубе двигалась огромная змея. Но все равно внушает. Надеюсь, это страшная игра, потому что... Хотя и непонятно совсем, что здесь может по трубам передвигаться. Просто звук ужаса. Так, отлично. Знакомое место. Сейчас мы будем сюда пролазить, и что нас ждет на том конце? Никто не знает. Ну, то есть, может, кто-то и знает, кто прошел бы, а я нет. Поэтому... Ну, это, знаете, классические трубы. Они меня не так пугают. Видали мы и пострашнее нечто. Этим нас уже не возьмешь. Так, а что у нас тут? Mail World. Это мы не назад вернемся, нет? Mail World. Знаете, тут нет места хороших, куда можно пойти выбрать хорошее место, где в одном месте лучше. Ага, новая цель. Значит, я пошел правильно. Доберитесь до нижнего этажа мужского отделения. Доберитесь. Звучит, как будто сейчас нам придется прям туда добираться. В том смысле, что это не так легко. Ладно. Я готов. Ну, что, да? Не вырезали, ладно? Так, у нас тут какие-то электричества, да? Похожи. Так, что... Чтобы толкнуть объект, двигайтесь вперед, удерживали. А зачем мы можем его толкать? Не знаю. Тут там что-то есть. Ну, я сейчас толкну его, ладно. Ага. Хорошо. Не знаю, зачем я это делаю, но я не могу быть. Сейчас выясним. Ну, потолкаем просто. Займемся физкультурой. Ага, вот она, наша физкультура. Привела нас к тому, что мы нашли какую-то маленькую дырку, которая ведет нас куда-то, где много крови и... Кто знает, чего еще. То это, возможно, очень зря. Ну, давайте выясним. Ага, отлично. Ублюдок, живой наверняка, который на меня набросится. Видал я вас. Видал, почему вам всем глаза-то завязывают? Чтобы отлично вы себя чувствовали. Хорошо, хорошо. А да ну нахуй, свет не урубайся полностью. Сейчас за отличный будет лет. В этой комнате не хочу остаться. Так, а что наставку. Мне хочется отсюда быстрее убраться. Здесь приятная компания. Но я найду лучше других людей, которые не такие ужасно безумные, как вы все. Если выберусь отсюда, если выберусь. Я мечтаю об этом. Еще одна комната. Вот здесь пусто, да? Ну, здесь был кто-то. Даже его кровь осталась здесь. Так, что? О, боже. Тут какой-то маньяк писал кровью записки. Отлично, давайте почитаем. Что у нас герой думает об этом? Организованная пытка. Организованная пытка. Пахнет амнезией. Чуть сильнее я пытаюсь бежать, чем губы же вязаны в этом проклятом месте. Затягивает как трясина. Они пытали людей в подвале. Ну, бывает, что. Пытали упорядочно методично. На стене написано сначала пальцы, потом яйца, затем язык. Кто-то давал инструкции, руководил этими пытками. Давайте разберемся в эту ситуацию. Сначала отрезали вам пальцы. Ну, то есть, как бы не все так плохо. Пальцы отрезали. Но если все, то очень плохо, соглашусь. А потом яйца. Теперь я знаю, вы можете заплакать. И я бы тоже так на вашем сделал. А потом у вас язык отрвали. Вы просто не сможете говорить. И после этого я попытался сделать самоубийство, но у меня нет палец. И яиц не хватает. Не хватит для этого. Потому что у меня их тоже нет уже. Отличная ситуация, когда ты уже не сможешь покончить жизнь самоубийством. Потому что у тебя нет пальцев, пальцев, языка. Языка нету, чтобы попросить кого-нибудь другого. Так, дай-ка я закрой дверь. Сиди тут оставай один. Там. Лучше проведи время наедине с собой, чем со мной. Так, а откуда я пришел? Ну-у-у-у. Там он у меня поднялся оттуда. Ну ладно, давайте пойдем в эту сторону. Ну все, сейчас что-то случится. Там кто-то что-то ломал, да? О боже, там кто-то что-то ломает, это же знак. Тихо-тихо-тихо. Если там кто-то что-то ломает, это может значить только одно. Так, если что, мы туда спрячемся. Куда это нас комната ведет? Подожди. Отлично, мы туда спрячемся. Кто где что ломает, я не пойму. Ребят, кто что там? Охренели вообще? Или это не ломает человек? Нет, кто-то что-то сломал. Я слышу, что это близко. Экран трясется, значит очень близко. Я, наверное, глупо делаю, что просто жду, когда ко мне кто-то придет. Там что, много дверей было, и мне надо было в это время куда-то бежать, да? А я решил остаться на месте. Пацаны, успокойтесь. Так, если он ломает одну и ту же дверь, сколько времени, значит она... Ну, сломается. Нет. Эта ситуация выносит мозг. Мне нужно на нижнее отделение. Подожди, подожди, подожди. Доберитесь до нижнего этажа. Нет, а это на меня? Нет, не пойдет. Так, кто-то все еще что-то ломает. Ага, отлично, камера вырубилась. Мне теперь еще страшнее. Она хотя бы какой-то свет давала. Пацан, это не ты? Это не он. Что-то кто-то все ломает. Хватит, не ломается. Так оставьте ее в покое. Вы что? Открывайся. Она не хочет открываться. Она забита. О боже. Я знаю, куда бежать. Или нет, не знаю. Так. Это очень прочная дверь. Очень прочная дверь. Ты меня сможешь помочь? Если кто-то нападет на меня, ты будешь меня защищать. Хорошо? Хорошо. Надеюсь. Ага. Меня спас вот эта херня. Отлично. Как только я ее отодвину, он сможет пройти сюда. Это подсказка. Значит, нам придется... Знаете, это уже напоминает другую хоррор игру. Коловту. Там такие были приемчики. Шкафом задвинул дверь и... И все. И никто не сможет пройти сюда. Батарейка. Священная батарейка. После этой игры я буду относиться к ним как к святыням. А мне туда, да? Хе-хе. Отлично. Как ты у нас мертв? Вот, если ты у нас... Ну, не мертв, конечно, но... В общем, у тебя все про... Нет, смотрите, он... Может, у него еще остались несколько винтиков в голове, но в целом они... В не очень хорошем состоянии. Чтобы толкнуть объект вперед... Это не лучшая идея, вы понимаете, да? Там кто-то стучался, и он не был добрым, мне кажется, или хорошим человеком, который хотел со мной подружиться. Скорее, убить... О-о-о, какой еще... Какой же качественный звук, например, признаю в этом. Я готов в этом признаться. Резко троим дверь в этот раз. Хрен ли, кто там? Ублюда. Ты где? Я с тобой разберусь. Ты где? Сука, ты где? Вернется сейчас, да? Наверное, услышно, что я тут шумел. О-о-о, у нас тут сразу 35 дверей. Иди куда хочешь. Не открывается. Я рад. Почему она не открывается? Там что-то есть. Так, может, эта дверь откроется? Отличные здесь помещения. Уже меньше напоминают канализацию, но они еще более старые, такое ощущение. То есть краска облазит, все такое. Все приходит в негодность. Сейчас я встречусь с одним ублюдком каким-нибудь... Так, дверь заколочена. Это не та дверь? Да, наверное, та, которая пыталась недавно прорваться. О-о-о-боже, о-боже, я где? Что это за комната? Это какая-то медицинская палата или что это? Кошмар. Ребята, спокойно. Спокойно. Здесь играет какая-то нехорошая музыка, я пойду в угол. Я сейчас в какой угол? Ну, буду сидеть так тихо. Тихо, не трогайте меня, не подходите, я в своем домике. Что за этими занавесками? Там кто-то есть еще. Я не хочу смотреть уже. Я, наверное, туда... Мне надо туда идти, да? Но я не хочу... Вы совершенно меня понимаете. Не надо быть... Не выпрыгивайте, нет. Я хочу туда заглянуть, но... Любопытство меня разбирает с другой стороны. Мало ли что, я увижу за этими занавесками. Наверняка ничего хорошего. Ладно. Пойдем просто мимо. Упустим это из нашего вида. Так, это... Это что? Это... А, ну как обычно. Я должен был к этому привыкнуть, но к таким вещам нельзя привыкнуть. Там кто-то есть. Вы все, надеюсь, привязаны. Верники ждет меня там. Черт, доктор Верники. Что, что я тут наделал? Как, я могу туда забраться? Нет, наверное. Я хочу. Я хочу. Хочу зайти в канализацию. Хочу смеяться пять минут. В этой игре это очень сложно. Отлично. Ну и что, я забрался сюда дальше. Ну, здесь я как бы в безопасности. В чем прикол за Олесью. Здесь, да. Здесь как-то меня никто не достанет. Но с другой стороны, мы все равно сейчас отсюда выпрыгнем. Тихо-тихо-тихо. Ты кто? Ты кто? Нет, шуми. Дверь, дверь, дверь. Успокойся. Толкай дверь, толкай дверь, толкай дверь. Давай. Закрывай. Закрывай. Тихо. Тут нечем заколотить. Дальше бежим вперед. А, не, 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 иди нафиг. Это не эксперт, это херня какая-то. Это херня, я вам не завидую, ребят, но мне, мне страшно. Закруй дверь. Ну как, заколоти дверь. Закруй. 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 Мы заберем эту дверь. Все, нормально, все будет нормально. Вальридер, да в жопу, вальридер. В жопу у вас всех нахрен. А, закалывай. Куда, куда? Уф, отодвигаем, отодвигаем. Это паника, это паника. Она надвигается. Сейчас я открою эту дверь, а там один человек стоит. Так, я надеюсь, я их достаточно задержал. Кто знает, кто знает. Ладно, открываем. О, боже. Так, тихо. Нет, 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 нет. Сюда, сюда. Открывай, открывай. Бля, тут какая-то комната страшная, неприятно. Затригаем, задвигаем. Я двигаюсь, двигаюсь. Успею, 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 успею. Давай, давай. Эх, эти бедные бешеные фанатики, фанаты вальридера. Фан-клуб вальридера. Так, не смотрим, даже сюда залезаем. Они могут это проломить. Они могут сюда прорваться, поэтому нельзя останавливаться ни на секунду. Так, дальше. Это самая эффектная пока погоня в игре. Ага, отлично. Куда здесь? Давай сюда. Вальридер, вальридер. Нет никакого вальридера. Мы просто уходим отсюда. Так, отлично, мы справляемся. Хорошо, у нас бежим. Там, перепрыгивай, забрась. Сука, я свалился. Я свалился, я жив или мертв? Я, по-моему, сохранился, я мертв. Все, я мертв. Или я не мертв. Где я? Я не помню, что, живой? Нет, я, по-моему, мертв. Да, я умер. Или я перепрыгнул. В чем дело? Я перепрыгнул. Да, здесь спокойно. Боже мой, это было слишком... Это слишком жесткая погоня была. Меня надо передохнуть, ребята. Да, продолжим уже в следующей части. Пока что. Всем пока.